Хотите, чтобы ваша петуния была такая же красивая, как в садовом центре? Всегда с весны, летом и до самой-самой поздней осени, до заморозков. Тогда вы со мной. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. И я вам сегодня расскажу, можно назвать такую тему, чего хочет петуния. Практически, чего хочет женщина. И узнаем, такая ли она капризная, как мы, женщины. Помните, мы с вами уже обращались к теме петунии. Мы ее с успехом посеяли, она зашла, распекировали. И из тех сеянцев, которые мы получили от пассива, в настоящий момент вот такая вот рассадка. Эта петуния посеяна была несколько раньше. Несколько это на три недели раньше. А эта петуния была посеяна в середине января. И видите, что с ней происходит, она уже на бутонах. Если вы думаете, что я вам сразу дам такие рекомендации, что вот сегодня вы делаете это, завтра вы делаете то, а на следующей неделе вы подкормите тем-то, то это не так. И никто, вам поверьте, положа руку на сердце, такую рекомендацию грамотно не даст. Потому что у всех у нас разные абсолютно условия. Разные условия как по температуре, как по срокам посева, как по почвогрунту, который мы сделали для растений, которые пикируем, рассаживаем в отдельные горшочки, так и по прочим другим условиям. Поэтому у меня она такая, у кого-то она может быть меньше, у кого-то она может больше. Поэтому единственная рекомендация – это наблюдать. И вот понаблюдали, распикировали, и мы видим, что все как бы затормозилось. Не стоит отчаиваться, потому что для петунии характерно в первые 3-6 недель медленный рост за счет того, что формируется корневая система, и мы ее глазом не видим. И только потом начинается активный рост листвы. И чтобы нам помочь петунии на этом этапе, спустя 10-14 дней после пикировки, когда после этого стресса, пересадки, она придет в себя, и мы видим, что растение немножко начало трогаться в рост, пошла серединная почка развиваться. И тут можно произвести подкормку. Не стоит заморачиваться любым удобрением, в составе которого есть азот. Право выбора за вами. Не стоит гоняться за какими-то супердорогими. Еще раз повторю, что на данном этапе важен азот для наращивания листовой массы, формирования хороших листьев здоровых. Это может быть как аммиачная селитра, так и мочевина. Чем они отличаются? Практически ничем. В составе и того, и другого удобрения есть азот. Единственное, что в мочевине его содержится практически в два раза больше. Если говорить по действующему веществу в процентах, 46%. А в аммиачной селитре его содержится порядка 26-27% в зависимости от производителя и способов производства. Поэтому выбирайте. Помните, что концентрация будет совершенно другая раствора и в соответствии с инструкцией, строго в соответствии с инструкцией вы производите такую подкормочку. Можно воспользоваться нитрофоской, амофоской, нитроазофоской и прочими фосками. Это удобрение, в том числе и азотное, но оно более комплексное. Там дозировку его можно даже немножко снизить, потому что в дальнейшем нам не надо, чтобы сильно накапливались соли калия, либо фосфора. Хотя петуния на следующих этапах очень чувствительна и очень любит фосфорно-калийные подкормки. Такую азотную подкормку мы производим до того момента, пока не заметим, что у наших растений начинается бутонизация. То есть, когда мы увидим, что вот уже первый бутончик заложился. Это совершенно новое состояние для организма нашей красавицы. Требуется много сил, и силы будут эти немножко уже иного рода. Тут возникает такая порочная связь между корневой системой, листовой массой. И если корневая система не сформирована на данном этапе и на последующих, то сколько бы мы азота не лили, он усваиваться не будет, потому что отсутствует хорошая корневая система. И другие питательные вещества не будут поступать и не будет происходить формирование пышного кустика. Поэтому следующий этап, следующая фаза – подкормка фосфорно-калийными удобрениями. Фосфор – такой элемент, который способствует наращиванию корневой массы. Благодаря наращиванию корневой массы у нас будет успешно развиваться и вся наземная часть. Все это произошло. Началась массовая бутонизация. Таких подкормок мы проводим в зависимости. Снова мы смотрим за состоянием. И, возможно, понадобится две подкормки, а может быть, три подкормки. Снова же в зависимости от условий. И наступает следующий этап, когда мы видим, что начинается процесс цветения. Начало цветения. Раскрылся первый цветок. Значит, мы должны отдать предпочтение калийным удобрениям. Калийное удобрение для петунии – это все. Потому что калий способствует увеличению количества цветков на растении, быстрейшему их формированию, яркости окраски. Потому что петуния, мы понимаем, что растение очень яркое, красочное, чтобы сочнее были краски. Проявляли... Сорт проявлял свою красоту в полной силе. Поэтому мы отдаем предпочтение удобрениям, у которых большое содержание калия в составе. Но здесь также не следует переусердствовать. Потому что большое накопление калия, это касается не только петунии, оно будет затормаживать рост. И можно будет наблюдать, что междоузлия становятся укороченные, и рост как бы притормаживается, останавливается на месте. Нам это совершенно не надо. Естественно, это будет ущерб цветению. Нам надо, чтобы как можно больше было ветвления, и как можно больше закладывалось цветочных почек в дальнейшем. Поэтому вот такие основные удобрения на основных этапах. Значит, этап роста до бутонизации подкормки проводится. Не обязательно проводить их еженедельно. Если мы видим, что растение развивается хорошо, то азотные подкормки мы проводим с периодичностью раз в две недели. Очень удобно, что сейчас на рынке много удобрений, которые в различных формах. Это не только гранулированные, но и жидкие формы. Это очень удобно. Петония очень отзывчива на основные такие микроудобрения, как бор, марганец, не связанная с марганцовкой, не пугайтесь, и цинк. Очень чувствительно к марганцу. Листовая пластинка в опытных образцах увеличивалась. Увеличивалась толщина эпидермиса, как наружного, так и внутреннего слоя высылающих клеток листовую пластинку. Очень положительно отзывалась на втором месте это цинк. Цинк способствовал закладке большого количества цветков и в дальнейшем способствовал плодоношению. У петунии, как и у всяких других, плодоношение, потому что все коробочки, которые появятся, это и есть плодики. Внутри семена были крупные, полновесные, быстрее вызревали и, соответственно, увеличивалась продолжительность цветения. Бор влиял в меньшей степени, но также в сравнении с контрольным опытом были заметны улучшения, увеличения по началу созревания самих растений. Поэтому стоит обращать внимание на те удобрения, в составе которых есть микроэлементы. Есть отдельно продаются микроэлементы, которые стоят непринципиально дорого, и поэтому можно не стремиться к каким-то красивым упаковкам, а можно покупать какие-то старые, проверенные уже годами микроудобрения. Вроде бы непрезентабельно, но очень эффективно, как я вам, мне кажется, доказала. Если вы относитесь к той категории адептов, которые приветствуют органическое земледелие и стремитесь к сокращению расходов на всякие химикаты, то здесь вам на помощь придут различные домашние средства. Очень хорошо подкармливать настоем крапивы, тех же банановых шкурок, про которые было очень много вопросов, потому что в составе все-таки содержится калий, да и всякое органическое вещество очень благотворно влияет на питунью и другие органические подкормки. И еще на выручку придет однозначно, не пугайтесь, куриный помет, потому что куриный помет, он в основном является азотно-калийным удобрением и в то же время раскисляет почву, потому что питунья, отмечу, очень чувствительна к кислотности субстрата. Поэтому разбавляем, сначала делаем такую бодяжку один к одному куриный помет с водой, а затем когда после 10 дней настоя мы применяем, разбавляем одну часть вот этой нашей бодяжки с 10 частями воды и подкармливаем один раз в неделю. Иногда еще прибегают к такому средству допустим я знаю точно что производители предпродажная подготовка происходит очень интенсивно и когда вы видите кустик в торговом центре весь в цвету то это результат очень интенсивной подкормки. Подкормка производится каждый раз при поливе маленькими дозами удобрений. поэтому если вы покупаете жидкое удобрение конкретно для питуней либо можно почитать поинтересоваться этикетку на обратной стороне бутылочки и посмотреть что просто удобрение для цветущих и удобрение для питуней по составу практически не отличается потому что задача одна для цветущих растений и разбавлять уменьшать концентрацию рекомендуемую в 4 раза и тогда при каждом поливе можно производить подкормку и это будет вызывать пышное цветение и здоровый вид нашего растения если вы начали такую интенсивную подкормку все по правилам с момента маленькой рассады с момента когда она начала оформляться уже в какой-то похожей на взрослое растение кустик то не прекращайте эти процедуры или если вы купили пышный кустик где-то в садовом центре то продолжаем такие же подкормки потому что если мы начали интенсивно кормить ухаживать как только мы прекратим то вот эта первая волна цветения закончится и потом будет что-то конечно же однозначно будет но такого пышного цветения не будет то есть для растения которого кормили кормили а потом перестали кормить это естественно будет стресс и торможение в развитии но еще хочу если говорить про азотные удобрения то чем хороша простая дешевая мочевина что ее можно подкармливать также делать не только корневую подкормку поливать но и делать опрыскивание по листу мы разбавляем и обычным способом опрыскиваем мочевина отличается тем что ну конечно концентрацию мы уменьшаем два раза меньше делаем при обработке вне корневой мочевина хороша тем что она также не закисляет почву что для петунии очень важно поэтому хорошо бы конечно понимать и стремиться к тому чтобы наш субстрат ни в коем случае не был кислым и если уж кто-то может быть имеет возможность определить кислотность своего субстрата или хотя бы когда смешиваете различные земляные добавки то понимать что вы там намешали то кислотность должна находиться в пределах 5,8 PH 6,2 ни в коем случае не ниже иначе будет угнетенный рост и еще с петунией встречаются такие моменты когда вроде бы растет растет она хорошо а потом мы видим что листовая пластинка вдруг начинает желтеть и потом становится абсолютно желтой что это может быть это может быть перелив но если мы понимаем что перелива не произошло мы поливаем умеренно но в то же время не даем пересыхать потому что в целом петуния отзывчива на поливы и если они у вас сидят в контейнере в каком-то кашпу под весном то там вы должны понимать что поливы ваши будут чаще потому что пересыхать она будет быстрее растения то крупная листовая пластинка огромная листовая масса испарения происходит быстро и корни все это быстро высасывает так вот что же произошло с нашей петунией а то что это скорее всего хлороз то есть недостаток железа поэтому на любой стадии на какой бы это ни произошло мы приобретаем препарат который содержит железо и проводим трехкратную обработку с интервалом в 5 дней и после этого я думаю что все пройдет ну вот как мне кажется что петуния гораздо менее капризная чем мы женщины и если ей обеспечить такой вот правильно грамотный уход на разных стадиях то все у нас и у вас получится поэтому процветания вам до новых встреч